Всем добрый день! Это питомник Рос Полины Козловой. Очередной рассказ про конкретный сорт. Это сорт называется Аскот. Я про него уже рассказывала, но ничего, повторение, мать учения. Это 2007 год, фирма Эверс, Германия. Чайно-гибридная роза с очень необычными цветами, в том плане, что у нее не классический разворот бутона, чайно-гибридная, а эта роза скорее похожа на роза старо-английские, с такими большими шарами-помпонами. В распущенном состоянии она выглядит вот так. Цветет она со цветами, где-то 5-7 цветов на конце побега. И хорошо стоит достаточно в вазе. То есть 3 побега, и прекрасный получится букет. Аромат у нее умеренный. Высоты она средней, как для чайно-гибридной розы. Очень любит летние стрижки после цветения, то есть при умелом подходе, когда роза цветет. В начале цветения вы ее подкормили. Когда она цветает, у нее уже нижних боковых, пазушных побегов много. То есть вы ветку отсветшую срезали, и у вас уже на замещении есть несколько побегов с бутонами. Сорт стойкий. Сорт очень хорош для массового озеленения. Он очень быстро восстанавливается после вандальных набегов. Он такой не неженка, а вот именно работяга. С него получаются очень красивые, невысокие, живые изгороди. То есть у него куст такой, скорее, смотрящий вверх. Очень аккуратные формы. И вот если посадить этот сорт в рядочек и резать на одной высоте, вот будет просто реальный заборчик, который, или там, не знаю, как еще по-другому, ограждение, вся усыпанная цветами. Колючек у него немного, он достаточно такой лояльный. Но все-таки они есть. Очень хороший лист зеленый, матовый. Листа много на кусту. Куст очень хорошо облиственен. Такой он, знаете, прям богатый. Я в последнее время очень сильно на это обращаю внимание. Мне перестали нравиться розы, у которых мало листьев. Я люблю, когда на куст смотришь, и не видно самой ветки, а видно только много листвы, и видно цветы. Это вот один из тех сортов. Цвет у него такой, знаете, насыщенно-малиновый, с оттенками красного и немного с оттенками свекольного. Красивая роза, работяга, вот именно трудяга. Для тех, кто не любит особенно ухаживать, но хочет, чтобы вокруг там двора или во дворе было, или где-то на участке было красиво и всегда цвело, это вот один из тех сортов. Где-то в ноги посадить что-то вообще почвопокровное, какую-нибудь травку, какие-нибудь небольшие кустики, либо вот сейчас на очень-очень стала популярна астропочвопокровная, будет смотреться очень хорошо. А скот, те, кто любит такие оттенки, такую форму цветка, очень советую обратить внимание. Еще раз повторяю, в этом сезоне мы начинаем работать с оптовыми прайсами. Раньше вы это не делали, теперь мы высылаем по запросу оптовые прайсы. Все, у кого есть магазины, садовые центры, кто занимается озеленением, кто занимается совместными покупками, пожалуйста, на электронную почту пишите запрос, высылает вам всю информацию. Отправки у нас будут начинаться где-то с середины февраля до середины, ну, начала апреля, чтобы вы за это время успели там упаковать их, посадить в горшки, распределить. В общем, те, кто этим занимается, они знают, про что я говорю. Ну, а пока как-то так. Будут вопросы, спрашивайте, будет время, обязательно отвечу. Ну, а теперь всем спасибо и до свидания.